Здравствуйте, в студии Екатерина Семченко. В преддверии весенней корректировки бюджета на 2013 и плановый период 2014-2015 год депутат Законодательного собрания Петербурга Елена Киселева не обнаружила в документах по корректировке средств на обеспечение строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры Колпинского района Петербурга. Какие еще объекты дорожного строительства оказались за бортом? Расставим акценты. Некоторые объекты полностью исключены из бюджета или же значительно снижено ассигнование на их реализацию в связи с тем, что нет утвержденной экспертизы проектно-сметной документации. Вместе с тем по некоторым объектам адресной инфраструктуры прошло сокращение. Во-первых, это связано с необходимостью внесения корректировки смертной документации. И это такие объекты, как строительство магистрали М49 на участке от Приморского шоссе до развязки ЗСД. Ассигнование уменьшено на 200 миллионов рублей. Развязка Полковского шоссе с Дунайским проспектом 500 миллионов рублей уменьшена. Реконструкция песочной набережной уменьшения на 243 миллиона. В их число попала реконструкция набережной Макарова с мостом через реку Смоленку. При этом доходы дорожного фонда возрастают на 2 миллиарда 56 миллионов рублей. Основное увеличение идет по строке ремонта автомобильных дорог 2 миллиарда рублей. На установку содержания технических средств ограничения дорожного движения 41 миллиард рублей. Миллион рублей, извиняюсь. На устройство наземных пешеходных переходов добавлено 15 миллионов рублей. Председатель комитета финансов считает, что данная корректировка позволит более точно спрогнозировать бюджетные расходы. Плюс к этому и реализация адресной инвестиционной программы будет эффективнее, чем в прошлом году. Вопросы по содержанию и ремонту уличной дорожной сети звучали и в адрес президента России Владимира Путина. Отвечая на вопросы граждан, президент в частности отметил, что объем денег, которые поступают на цели дорожного строительства, неуклонно растет. Однако, как сообщил президент, многие региональные руководители обращаются в правительство Российской Федерации с просьбой переориентировать средства на дорожное строительство на другие цели. Аргумент. Денег много, у нас нет мощностей для того, чтобы все их реализовать на дорожное строительство. Поэтому эта проблема в данном случае не столько уже становится финансовой, сколько организационно-технической. Я очень рассчитываю на то, что правительство не пойдет, на то, чтобы разрешать переориентировать эти средства. На последнем заседании законодательное собрание утвердило проект корректировки бюджета в первом чтении. Однако, большинство депутатов считают, что она не вполне логична. Они обосновывают это тем, что в прошлом году неисполнение бюджета составило порядка 13%. Бюджет не выполнен на 12,8%. 53 миллиарда рублей остатки. Сейчас корректировка 18 миллиардов. 35 миллиардов где? Что с ними будет? Почему их нет? Какой план по этому поводу? Григорий Явлинский напомнил, что губернатор Георгий Полтавченко в отчете перед законодательным собранием сказал, что одной из проблем неисполнения бюджета является отсутствие проектно-сметной документации на те объекты, которые включены в бюджет. Выходит контрольно-счетная палата и говорит, а здесь в корректировке опять на 5,5 миллиардов нет обоснований и расчетов, то есть проектно-сметной документации. Депутат подчеркнул, что провал реализации бюджета является ответственностью не только исполнительной власти, но и законодательного собрания в равной мере. Я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты, давайте остановим бессмысленное одобрение цифр. Давайте один раз остановимся, проанализируем причины, почему не выполняется бюджет, наметим меры по исправлению этого положения, потом, если нужно, внесем корректировку, потом, если нужно, сделаем все, что нужно с бюджетом. Без этого принятие этого документа является не просто безмысленным, но и вредным. Кроме того, по мнению экспертов, Петербургу на сегодняшний день не хватает трех новых мостов, трех тоннелей, 18 путепроводов, 6 развязок и 25 пешеходных переходов для разгрузки напряженности улично-дорожной сети. Об этом сообщил руководитель управления ГИБДД по Петербургу и области Сергей Бугров. При этом он отметил, что управление регулярно отправляет в правительство рекомендации по увеличению пропускной способности дорог. Однако исполняются такие рекомендации лишь на 30%. Акценты расставлены. С вами была Екатерина Семченко. Продолжение следует...